Здравствуйте! В студии национального медиапортала 365.info Александр Мироглов. Прошел почти год с момента события, о котором пойдет сегодня речь в нашем интервью. В ночь с 6 на 7 марта 2015 года в Алматы у бара Чукотка в результате драки между троими парнями погиб один из них, сырымурат Калиев. В студии выяснилось, что у него и его друга Евгения Фролова произошел конфликт с Александром Кузнецовым, который впоследствии стал обвиняемым по этому делу. Однако Александр утверждал и продолжает утверждать, что в его действиях не было ничего кроме самообороны и от нападения от хулиганов он защищался как мог. Причем один из хулиганов, по его утверждениям, был вооружен ножом. Сегодня у нас в студии один из защитников Александра Кузнецова, адвокат Нурлан Устемиров. Здравствуйте, Нурлан. Нурлан, я вот предлагаю сегодня в нашей беседе дать оценку не тому, виновен или нет Кузнецов в той ситуации, которая произошла. Я предлагаю остановиться на том, как проходило следствие и судебное разбирательство. Их, кстати, было два, второе вот сейчас уже находится на стадии завершения. И не секрет, что вообще вся эта ситуация с происшествием убора Чугодки вызвала огромный общественный резонанс. То есть ходило и продолжает ходить очень много споров. И если по приговору суда первой инстанции Кузнецов получил полтора года колонии и поселения, то есть, если я правильно помню, у него превышение самообороны было? Нет, причинение смерти по неосторожности. То теперь ему, насколько я понимаю, светит реальный тюремный срок. И, соответственно, у меня первый вопрос. Что произошло после суда первой инстанции? И почему Кузнецова сейчас судят совершенно по иной, более тяжкой статье? Понял. Ну, начну с того, что я вступил в дело на апелляционной инстанции, изучил материалы дела, посоветовался с адвокатами. И такая ситуация. После вынесения приговора прокурор протест не подавал в государственную инстанцию. Жалобу подали потерпевшие, но они просили отменить приговор и направить дело прокурору для проведения дополнительного расследования и привлечения Кузнецова по статье 106. То есть умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Но суд, по моему мнению, поскольку статья есть нормы уголовно-процессуального кодекса, статья 429, 430, пределы рассмотрения дела в апелляционной станции и полномочия апелляционной станции. Но в этой статье, в них нет полномочий суда на отмену приговора. Отмена приговора возможна в статье 429, по-моему, пределы рассмотрения. Это когда приговор вынесен в отношении нескольких осужденных. Тогда можно отмена в интересах других осужденных. То есть это право на защиту сохраняется. В данном случае всего один осужденный, и поэтому я считаю, что приговор не должен был отменяться. Кроме того, в полномочия суда входило без отмены приговора проведение в исполнении судебного следствия. То есть проведение тех следственных действий, которые суд считает необходимыми для полноты, объективности, всесторонности рассмотрения дела. В этих случаях, да, без отмены приговора. Вот, по моему мнению, для чего была отмена приговора? Для того, чтобы прокурор, который протест не подавал, предъявил новое обвинение. Таких полномочий прокурора на стадии апелляции нет. Есть, что он может изменить приговор, но предъявить новое обвинение нет. Он предъявил новое обвинение. Вам это известно. Получилось так, что он как-то там был заинтересован, и его отвели. Вот заявили, отвели, участвует другой прокурор. Но в любом случае, позиция прокурора и потерпевших, она однозначна. В данном случае есть, ну, почему-то суд, по моему мнению, принял сторону обвинения. Это, грубее есть нарушение, будем так говорить, конституционного принципа о равенстве всех перед законом. И что суд, не занимая чью-либо сторону, а дает сторонам представить доказательства. В данном случае, я думаю, что суд пошел на поводу в обвинении. В чем это выразилось? Ну, я уже говорил, во-первых, это отмена приговора, возобновление судебного следствия, и удовлетворение ходатайства прокурора, ходатайства прокурора заявил о перепределении нового обвинения. И поэтому он уже, Александр Кузнецов, предстал перед судом и делал рассматривание в порядке ст. 106. То есть умышленное причинение тяжелых повреждений, повлекших смерть. Теперь у стороны потерпевших адвокат Романова, я считаю, что он профессионально очень грамотный адвокат, и она построила защиту в интересах их потерпевших. Были или не были какие-то нарушения, это мое личное мнение, но я считаю, что есть. В первую очередь проведены были две экспертизы. Первая связана с изгумацией трупа, исследование проводил ее алматинский филиал. И вторая экспертиза была назначена за Тавдекурганским. То есть, получается, три экспертизы. Сначала была первая экспертиза, которая была сразу после происшествия назначена, потом уже эксгумация, и вот это уже была третья экспертиза. Необходимость ее назначения я не видел. Почему? Потому что вторая экспертиза была комиссионная, комиссионная в составе трех экспертов, и они участвовали непосредственно в исследовании тела, в исследовании головы, и то есть они дали правильное заключение. Мягких тканей, соответственно. Мягких тканей. Теперь в чем я считаю необходимость назначения Тавдекурганского? Во-первых, зачем Тавдекурган? Зачем Тавдекурган? Но они сказали, что они не доверяют судебным экспертам, которые работают у нас, потому что вот якобы недавно было резонансное дело по делу Казжан-Громцева, когда эксперта осудили якобы за... Вот, и они именно этим как-то и объясняют свою позицию. Но тем не менее, почему именно Тавдекурган, и почему, как вы считаете, проводил экспертизу именно эксперт, заявленный Романовым? Вот в этом и дело. Во-первых, почему Тавдекурган, я не знаю, потому что Тавдекурганский филиал, я думаю, там работают не более опытные исследователи, то есть эксперты. И зачем? Во-первых, на экспертизу, вообще сама экспертиза, суд вынес постановление назначения повторной, комплексной, комиссионной экспертизы, в том числе и криминалистической, в том числе и по останкам. На экспертизу представили один череп и фотографию. Фотография, фотография, большая фотография, вы, наверное, видели ее. Да, да, да. Откуда и как она появилась, не знаю почему, потому что суд ее приобщил, но, насколько мне говорили студенты и Алма, и Джухар, и Арихан, то их мнение о приобщении и не общении не спрашивали. Это грубечное нарушение закона, почему? Потому что мнение должно быть высказано. Это нарушение права на защиту Кузнецова. Уже по этим основаниям это незаконно. Вообще, насколько законно делать экспертизу по фотографии? Я помню, эксперт Халим Назаров, который проводил, в том числе, и вторую комплексную комиссионную экспертизу, он очень возмущался и неоднократно повторял, что делать экспертизу по фотографии, это, ну, просто, такого нет. То есть это незаконно, это нарушает вообще все нормы существующие. Ну, как по черковейской экспертизе делать по копии? Ну, не делается. И дальше, вот, я просто мысль продолжу. Означает экспертизу. И при этом в самом ходатайстве Романов пишет, чтобы в числе эксперта был эксперт Охват, ЮЭМ. Именно он проводил, я так понимаю, экспертизу по одному червю, по фотографии. И именно он давал пояснение в суде. Это для меня стало загадкой. Но я стал интересоваться. Мне сказали, что Романова на суде работала в областном суде в Талли Кургане. И я думаю, что в ходе своей работы, конечно, она сталкивалась с экспертами. И, может быть, с ним. Это мое предположение. Поэтому я, когда написал ходатайство о признании недопустимого этого заключения, которое оспаривается, то я указал, что, в кавычках, что он, возможно, носит заказной характер. На заказной характер указывается что? Ну, в первых, то, что экспертиза провела по черепу и по фотографии. Но! Охват или эксперты ответили на вопрос о причинах смерти. Как можно говорить о причинах смерти, если по одному черепу? Мне интересно, как это так. Не исследовать все. Не исследовать мозг, не исследовать другие телесные возрождения. Это во-первых. Но он ответил на один из вопросов исключительно по черепу и по фотографии. Потом дальше фотографии. Он указал о том, что характер переломов на лице нанесли тяжкий вред здоровью. Тогда, когда второй экспертиз говорит о среднем вреде. Что такое тяжкий вред здоровью? Любой перелом костей, он, будем так говорить, без смещения, если это мое понятие, оно не может быть тяжким. Не может быть тяжким. До чего это было сделано? И дальше он указывает, что, возможно, удар был нанесен тугим, твердым предметом, имеющим дугообразную форму. Дугообразную форму у нас у стакана. Намекает, что ударили стаканом. Тем не менее, стакана в материалах следствия нету вообще, не существует. Он исключает кастет, исключает кулак, исключает камень или что-либо. Но говорит, намекает на стакан. Получается, что по его заключению, и потом он говорит, что единовременно вот эти тяжкие телесные повреждения вместе с первым затылочной части, они единовременно причинили тяжкий вред здоровью, повлекший смерть. То есть он намекает, что у Кузнецова был умысел на нанесение тяжких телесных повреждений по лицу, которые совместно с первым затылочной части причинили смерть. То есть тоже статья, вот она. Покупайте. Все понятно. Ну, с вопросами о судмедэкспертах можно еще много говорить, потому что, насколько я помню, на одном из заседаний, как раз когда допрашивали вот этого судмедэксперта Юрия Охвата, он позволил себе несколько раз по отношению к Кузнецову высказаться довольно грубо и некорректно, что, в принципе, другими адвокатами, которые защищают Кузнецова, было воспринято, ну, как недопустимость. И в связи с чем они тоже ходатайствовали о том, чтобы, ну, как бы отнестись с недоверием к этой экспертизе. Но помимо экспертизы, вот нож, нож, о котором идет речь. То есть сторона потерпевших и сторона обвинения потребовали исключить этот нож, фигурирующий в деле, да, из доказательств, как, ну, как доказательства, которое, ну, просто не может рассматриваться, да, в этом деле. Тем не менее, и следователь, и один, и второй, один говорит, что ему выдал нож Кузнецов, второй говорит, что ему передали этот нож. Несмотря на это, они допустили определенные процессуальные нарушения, да, один не составил или там потерял где-то акт выемки ножа у Кузнецова, второй назначил экспертизу там спустя месяц, не записал в журнал вещдоков, там, и так далее. Но в данном случае это может говорить о некомпетентности полицейских, да, но каким образом в этом виноват Кузнецов? Почему сейчас ему это ставят в вину? Это, знаете, вот я слышал выступление государства обвинителя в прениях, и вот именно два момента мне стало интересно. Первый момент, ну давайте я с ножа начну. Первый момент это то, что он просил исключить нож из числа доказательств. Но если он просит исключить нож, он должен привести, мотивировать, что для него послужило основанием давать такое заключение, и он мотивирует, должен привести конкретные доказательства. Он их не привел, это во-первых. В части ножа что еще могу сказать? Дело не в том, что те процессуальные недочеты и этот, это за молодость, следователь тогда-сюда, пускай выносит частное постановление. Дело не в этом, дело не в этом, дело в самом факте. Фактически, если говорить о том, то спрашивают, почему он бурановцам не отдал, бурановцы обыскивали, бурановцы не обыскивали. Вот прокурор говорит, бурановцы обыскали и не нашли, бурановцы его не обыскали. Во-первых, он сам стоял, сам вызвал, они общупали, посмотрели, не нашли, якобы не нашли. И он не должен был им выдавать, потому что они, даже если бы он предложил им, они бы не взяли, потому что они просто полицейские, которые приехали. Обязан вызывать следственно-криминалистическую группу. Обязан был, он понимал, я так понимаю, что он это понимал, и он отдал его имя Косымбекову, следователю, который пришел и представил, что я следователь Косымбеков, вот я приехал, он ему отдал. В дальнейшем Косымбеков, если вы смотрели видео, мы посмотрели на последнем заседании, видео проводилось, сам ДВД проводит, и там этот нож лежит в пакете на земле. Значит, Косымбеков его положил, чтобы закрепить. Это тоже его просчеты, но он уже изначально понимал Косымбеков, что он взял нож этот, и этот нож является предметом, который вещество доказательств по делу. Оценку, в каком образе, должен был дать уже в ходе следствия. В ходе следствия он дал оценку такую, и последующие следователи конкретно дали оценку, что этот нож был, и допросили Кунанбаева, этот нож принадлежал потерпевшему. Теперь, если обратиться к приговору, первому приговору, то там везде указано, что Кузнецов правой рукой схватился за лезьего ножа, и якобы вырвал его. Ну, это же никто не опроверг, то есть в приговоре это указано, поэтому мне позиции в этой части прокурора непонятны. То есть он стоит на стороне обвинения, хотя прокурор в силу статьи 24 должен, не только отягчаясь, но и оправдывающе указывать. То есть это одностороннее, что является нарушением Конституции. И дальше вот мне интересно, что прокурор говорит, вот выходил Кузнецов и потерял руки, потерял руки, туда-сюда. Понимаете, есть такое, я почему заявил ходатайство о проведении психолого-психиатрической экспертизы, потому что вопрос о эмоционально-волевом поведении самого обвиняемого, обвиняемого, да, может дать только судебный психолог. Почему? Одним из факторов является волнение. Волнение возникло тогда, когда к нему пристали пьяные, на 10 лет старше пьяные. Ну, кто просил? Кто ты такой, Женя, Вася, ну, какое им дело до него? Вот они хотели до него пристать. То есть и бац, грубо говоря. Вот они и пристали. Вот когда он волнуется, я тоже, когда волнуюсь, я тоже руки потеряю, вы, наверное, заметили здесь. Почему? Потому что, ну, это выдает волнение, это начальная стадия, эмоциональное волнение, эмоциональное отношение к стадии. В последующем он выходит, беспричинно его фролов бьет. Извините, но если меня ударит, я привел пример, что я сам в одном моменте, просто когда это тоже ударил, это автоматом проходит, это уже волевой момент, он в эффективном состоянии. Он вынужден был защищаться. И тут ударил фролов, в него плескает виски, кидает стакан. Это же все действует, защита, защитная реакция должна быть. Он, естественно, и вытаскивает нож, собирается ударить. Кузнецов говорит, что да, уперся нож в этот, но он его схватил. Он порезался, порезал. Нож потом отдал. То есть в данном случае, я считаю, что имел место эффективное состояние. Романова говорит, что эффект не самоборовый, не связан, это не так. Почему? Потому что состояние эффекта, соответствующая статья 101 Уголовного кодекса, это сильное душевное оболнение, вызванное противоправными действиями потерпевших. Ну, это же есть, надо же исследовать. То есть оно параллельно идет. Человек, который находится в эффективном состоянии, он же одновременно находится в состоянии обороны, поскольку нападение есть, он обороняется, но обороняется и в эффективном состоянии, вызвано противоправными действиями. Последовательно, как я вам говорил. Сначала искорбляет, потом выходи, потом бьют по лицу, плескает. Ну, это последовательно. То есть проведение психолог-сератических действий, я считаю, обязательно. Почему? Потому что если эксперт установит, что да, эффект был, то он должен быть осужден, по статье 101. Санкции 104, 101 разные. 104 причине смерти до 3 лет, здесь, по-моему, до 2 лет. Есть разные. Ну и кроме того, мы как защитники говорим, что действительно он находился в состоянии самообороны. Почему? Потому что он защищал свою жизнь. Существом, вот мы говорим, почему хотят исключать нож, существом было, как раз, наличие ножа. Нож — это, извините, предмет, который наносит раны, наносит увечья и которого можно убить. Причем в экспертизе Кузнецова указано, что его порез на руке мог быть как раз нанесен клинком лезвия. То есть именно экспертиза подтверждает, что фактически-то нож-то был и действительно нанесен порез. Вот смотрите, по психолого-психиатрической экспертизе понятно, но в рамках вашего ходатайства его дополнил еще адвокат Утибеков, когда попросил назначить исследование показаний Кузнецова и Фролова на полиграфе. В принципе, смотрите, Кузнецов, да, он изначально держится полностью на протяжении всего времени, да, на своей позиции. Четко, ясно и не меняет показания. Фролов их меняет трижды. То есть понятно, что он заинтересован, потому как вот адвокат Мусина говорила, что до сих пор в отношении него ведется досудебное расследование по статье «Хулиганство», как раз по этому инциденту. И если, то есть, ну, фактически ему тоже грозит, грубо говоря, там, уголовное преследование, там, тюрьма, возможно, там, заключение какое-то, ну, либо какое-то наказание. Вот. Кузнецов готов пройти этот тест на полиграфе без проблем, да. Прокурор и сторона потерпевших категорически не хотят, чтобы Фролов проходил это испытание на детекторе лжи. Хотя, вот, если вспомнить, опять же, нашумевшее громкое дело Алиби, да, в Астане, вот Алиби Джумагулов и Кайра Джамалиев, ведь там же было проведено это исследование. И получили ответы на вопросы, кто все-таки говорит правду, а кто все-таки склонен ко лжи и так далее, да. То есть, в принципе, это не менее резонансное дело, за которым пристально следят, ну, миллионы глаз в нашей стране. Почему здесь суд вот так вот просто берет и отказывает? Вот на ваш взгляд. И, то есть, насколько вообще это законно? Фактически суд должен исследовать все материалы, все возможные, то есть, доказательства и так далее. Почему здесь просто сказали нет и все? Ну, во-первых, конкретное указание в угломопроцентральном кодексе на то, что можно использовать полиграф вообще, и в самом, будем так говорить, в самом законе нет. Полиграф — это аппарат, который дает да или нет, правду, неправду говорит. Это на усмотрение суда. Но если вот просто брать и сказать из общих начала принципов уголовного процесса, там есть такая статья, которая говорит о применении научно-технических средств в ходе доказывания. Ну, я думаю, что в этом случае, вы говорите три раза фролов, я думаю, что он больше соврал. Почему? Потому что не соврал, менял показания, не могу сказать, соврал, менял показания, что конкретно окончательную точку нужно было поставить. То есть понять, все-таки говорит он правду либо он склонен к обману? Да. Но исходя из его в любом случае первоначальных показаний, несмотря там под давлением, не под давлением дали, в каком состоянии находился, болезненном, он давал показания, отпоржал, отдавал отчет, давал подписку. И из его первоначальных показаний следует... В действительности явно, вот я ли ясно усматриваю, что Кузнецов находился в состоянии необходимой обороны и при этом в состоянии сильного душевного волнения, которое я, как говорил, оцениваю как аффект. Ну, я понимаю, вы адвокат, вы, наверное, не можете давать прогнозы, но тем не менее, я все-таки попробую задать этот вопрос. Как вы думаете, есть ли все-таки у Кузнецова сейчас вот на этом судебном разбирательстве все-таки доказать, что он действительно оборонялся и что в его действиях не было умысла? И, то есть, вообще, вот... Ну, что его может ждать, грубо говоря, сейчас? Тут два, может быть, три сценария. Первый сценарий — это то, что приговор оставит силе. То есть, убийство по неосторожности, если они признают недопустимым доказательством показания, то есть, это заключение последней экспертизы, которые охлопают. Второе, то, что, если они сошлются все-таки на экспертизу охвата, признают это доказательством, то на основании этой экспертизы они могут, то есть, суд может осудить Кузнецова по статье 106, там от 8 до 12. Как попросил прокурор, 8 лет. И третий вариант, если будет действительно равенство сторон в процессе, действительно равенство, если назначить судебно-психолог-психиатрическую экспертизу, если признать недопустимые доказательства, это заключение охвата, если учесть все другие показания Фролова, недопустим в части взять, а именно взять, на полиграфии пройдет, взять те показания, которые являются истинными показаниями, правдивыми. Если учесть все другие обстоятельства в отношении ножа, в отношении поведения Кузнецова, то, я думаю, есть еще вероятность, что если эксперт подтвердит, что находилось в состоянии аффекта, то получается 101-я статья. Понимаете? И последнее, что если, я считаю, что достаточно оснований полагать, что Кузнецов находился в состоянии необходимого обороны. Почему? Потому что, во-первых, он один, их двое. Первый бьет Фролов. Во-вторых, нож был у потерпевшего. Поведение потерпевшего было. Порез этот, действительно, нож был открыт, и значит, он хотел его ударить. С той стороны был хулиган, мы будем так говорить, противоправные действия против Кузнецова. В данном случае он вынужден был защищаться, и он защищал свою жизнь. И при этом суд должен в любом случае учесть, что незадолго до этого мы провели операцию на позвоночник, удалили там, грыжу удалили, и он плохо двигался, он не мог, ну, будем так говорить, плохо вводил правую руку, он не мог ударить так, как он ударил, ну, как следует из материала дела. Значит, значит, он находил сайт эффектов, и при этом защищал свою жизнь. Я, мое личное мнение, что он подлежит оправданию, в силу всех, вот, моего сказанного, и то, что он, ну, и адвокаты, действительно, много, Алма Мусина очень хорошо на премьих выступил, она разложила по полочкам, все, нам просто оставалось только добавить. Я думаю, его должны оправдать. Я бы хотел, конечно, этого, но есть вероятность, что он будет осужден по 106, то есть вероятность, что оставит приговор в силе. Все понятно. Ну, не будем гадать, я думаю, дождемся приговора, и тогда уже все, как бы, встанет на свои места. Ну, что ж, Нурлан, огромное спасибо вам за аргументированные ответы на наши вопросы. Я еще раз напомню, что в студии у нас был один из адвокатов Александра Кузнецова, Нурлан Устемиров. Итак, годовая эпопея по делу о смерти у Бара Чукотки должна завершиться уже вот в ближайшие дни. 27 января вероятнее всего, да невероятнее, а так и будет, Кузнецову будет предоставлено последнее слово. И мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг этого дела. В студии 365.info был Александр Мироглов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин